так получил очередную посылку значит из китая давайте распакуем посмотрим что у нас здесь вот упаковал продавец слабенько значит это у нас цифровой мультиметр с токовыми клещами м с 2109 а ну есть 2108 довольно таки популярная много есть обзоров на восьмерку но вот это девятое маленькая обновленная версия давайте посмотрим значит чехол у такой здесь лямочка чтобы можно было подвесить на ремень но здесь молния открываем и достаем чего у нас внутри открываем смотрим значит здесь инструкция эта инструкция полностью я вижу на иностранном языке не знаю нас каких языках но вроде русского я не вижу по-английски в общем это не проблема есть русская инструкция она в описании можете скачать так здесь у нас получается в этой салфанки завернута еще такая бумажка это скорее всего гарантийный талон китайский на данный товар распространяется гарантия так здесь мы видим сам мультиметр да что входит комплектацию щупы и термопары для измерения температуры больше тут ничего он не положил так пару слов о доставке значит у данного продавца существует два типа доставки один по россии из россии со склада и из китая значит если вы заказываете из китая но должно по идее быть дольше но дешевле я заказал из россии на что продавец мне сразу написал что в россии закончилось и он предлагает из китая правит согласен нет я говорю да согласен но разница 200 рублей пришлите мне какой-то аксессуар он да хорошо мы дополнительно положим еще одни щупа но хорошо в итоге мы видим дополнительно ничего не положил но такой хитрец значит такой хитрец я мог значит напишу потом в отзывах пару хороших строчек так не поступает если он так делает постоянно то я не думаю что для него чем-то это хорошим закончится потому что это уже пахнет мошенничеством но в общем давайте перейдем к обзору значит вот так он выглядит в руке очень хватки такой удобный так раскрывается токовые клещи значит размера мы сейчас посмотрим они небольшие действительности на картинке смотрятся больше 22 сантиметра и в ширину 8 сантиметров ширина 3 сантиметра но в руке лежит хорошо боковушки такой прорезиненный пластик какой-то на ощупь очень приятный переключение четкая жесткая такой фиксация между режимами данные токовые клещи имеют характеристику постоянной переменной в автоматическом режиме замерять ток до 600 ампер второе положение для низких токов 60 ампер до 60 ампер дальше идут вольт и постоянной переменной дальше у нас диоды прозвонка конденсаторы здесь частота и температура есть возможность вручную его выключать в то же время эти токовые клещи если мы их оставим за будем перевести положение офф через 15 минут будет авто отключение значит здесь у нас кнопка первое но давайте сразу на этого поставлю батарейки батарейки в китае видимо очень дорогие и они никогда не комплектуют свои приборы батарейками так вот открываем заднюю крышку здесь ставится 3 пальцевой батарейки класса как их правильно установить здесь есть вот изображение батарейки согласно этому так ставим все закрываем видим здесь металлическая встава уж если мы будем часто менять батарейки чтобы резьба не испортил закручиваем ну давайте включим теперь включаем значит первое положение ток это это вот такая индикация на экране есть функция подсветки нажать удерживать и в течение 10 секунд будет подсветка работать потом дальше выключится также положение замера постоянного тока или переменного тока включая подсветку у нас под включается светодиод вот такая подсветочка работает светодиод только при замеры силы тока но считаю что могли бы сделать и подольше секунд на 20 на 30 но сделали 10 секунд якобы для экономии батарейки ладно это мы переживем дальше здесь вот интересная кнопочка cv нажимая на эту кнопочку становится чувствительной к электромагнитному полю вот нажимаем и видим уже сработало с помощью этой кнопки мы скрытую изоляцию скрытую проводку где-то найти не сможем да она срабатывает задолго в общем реализовано очень плохо плохо что вот такие токовые клещи не имеют прошивки и usb порта чтобы можно было бы перепрошивать но эту функцию они не доработали не доработали нсв работает очень рано и считаю что пользоваться мы никак не сможем принципе реально так вот вторая значит кнопочка у нас сел вот выключая прибор у нас по умолчанию значит стоит переменное напряжение нажимая сел мы меняем режим переменного на постоянное кнопочка сел мы переводим режимы так второе максимально минимальное значение если мы заперяем любой параметр то на экран выводится при нажатии этой кнопки максимальной и минимальной на величина чтобы уйти надо удерживать секунды две звуковой сигнал и мы выходим из этого режима далее у нас кнопка рэл это абсолютная величина если мы замеряем любой параметр опять же то нажимаем в этом положении обновляется и дальше если мы допустим увеличиваем силу тока или напряжение у нас уже от этого положения начинает по возрастанию или по уменьшению идти величина то есть разность ну дальше кнопка у нас замерить частоту в сети там 50 герц дальше у нас вот это шестая кнопочка правая снизу и это hold значит в данный момент зафиксировать значение на экране проверим продавца значит какой максимальный проводник можно просунуть в эти токовые клещи открываем клещи замеряем 28 миллиметров самая главная функция вот этих токовых клещей это бесконтактный замер силы тока потому что есть такие места допустим в том же автомобиле или где-то много тратить надо время чтобы значит нам замерить силу тока это надо в разрыв провода там разъединять евразы соединять здесь просто мы накинули токовые клещи и замерили не разрушающим методом таки итак вот такая у меня распаковка сегодня менее обзор по функциям вот как вот выглядит как вот заказали как присылает продавец но а детальный обзор сделаю все испытания тесты все как полагается как я обычно и делают смотрите вот здесь по ссылке в аннотации значит и также это ссылочка есть в описании подключим его полностью проверим пока покажу все хитрости тонкости разберем его посмотрим внутрянку как сделали на совесть не на совесть да и еще забыл сказать вот значит сами щупа щупа 08 метра и провода никуда не годятся эти провода на замену вы сами видите что они деревянные 18 а в.г. у меня даже вот видите старый мосты что и на нем этого он провода вон мягенькие мягенькая лапша вообще вот такие заказываю в китае это 014 а в.г. мягкий силикон нулевое сопротивление на провода в этих черном будет присутствовать сопротивлением давайте сейчас вам по быстренькому проверю проверю именно вот этими проводами так вот здесь вот такие вот колпачки так подсоединяем ставим положение значит проверки сопротивления видим показания значит на приборе 0,1 ома так но давайте еще раз проверим у тогда этот температурный датчик значит термопара показывает 28 градусов вполне реально если вот в руку в руке держим на что он нагревается отпуская показания уменьшается то есть тоже датчик температуры работы ну вот сегодня вот такая вот распаковка краткий обзор по этим токовым клещам в общем такая новинка интересная на этом все у меня спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайся на канал это был май подписывайся на мой канал подписывайся на мой канал и подписывайся на мой канал эти люди PER Продолжение следует...